Когда мы начинали с программы «Автостоп», а было это, кстати, практически 5 лет назад, мы начинали ее как некоммерческую передачу. Для чего мы создавали? Для того, чтобы показать людям, не способным работать, то, как надо работать. Мы не желали лезть в телевизионный ящик ради собственной популярности. Но, к сожалению, за 5 лет мы не нашли ни спонсоров, ни меценатов. Меценатами стали, похоже, два человека – Максим Смирнов, Алексей Челекин. И на протяжении этих 5 лет мы вам показывали людей, честно любящих свое дело, неоднозначно относящихся к тому, что происходит в городе, пытающихся сделать что-то новенькое. Мы ездили туда, на набережную 2, в магазин «Автолайк», помогали нашим друзьям. К сожалению, наши друзья поняли, что это не совсем перспективное направление, но сейчас новая молодая кровь пришла сюда. И пришла она с новой порцией автомобильного тюнинга. Можно ли наш город сделать веселым, чистым, не прибегая к субботникам? Можно. Для этого, наверное, в городе необходимо внести магнитогорский проект, нормальная заработная плата, нормальная заработная плата дворника, нормальная заработная плата металлургам, и тогда все мы скажем, что автотюнинг и просто спорт, он доступен. Вот стал управлять тюнинговый труб и вспомнил лозунг советских трубопрокатчиков. Труба советскому народу. А лозунг, судя по всему, магазина «Автоспорттюнинг» – труба магнитогорскому рейсеру. Глядя на жизнь в России, нельзя говорить обычным нормативным языком. Так же, как нельзя было в 1997 году видеть, или, точнее, просматривать фильм «Пятый элемент» в американском кинотеатре. Сколько там было ненормативные лексики, смешанные с английской речью, этого передавать мы не будем, но очень много. Почему? Потому что в 1997 году мы поняли, что в Соединенных Штатах Америки, такой продвинутый и очень похожий на Россию стране, есть одно замечательное правило. Минимальный размер зарплаты в час и должен быть ниже 6 долларов 25 центов. И тогда можно заниматься всем чем угодно. И тогда можно, наверное, строить и ледовые дворцы, и всякие там горнолыжные центры. И тогда не надо к автомобильному спорту относиться с позиции, что это дорогой спорт. Вот смотрите, для восьмого семейства от ВАЗа распределом, например, стоит всего ничего – 2600 рублей на вот эту штучку. Я его поставил в том же 1997 году, если бы была в 1999. Что это такое? Это шкив выпускного распредвала. Здесь вы можете сами настроить свою машину и поменять момент. Когда-то в 1986 или 1987 году, давно это было, когда только восстановили программу ТВН на центральном телевидении, кто-то из команды, по-моему, Московского университета пошудил. Партия – дай проулить. Партия – проулить так и не дала. Сейчас уже другие времена и другая партия. Ну ладно, не об этом. Но проулить сейчас можно вполне. Причем руль менять хоть каждый день. Вот смотрите ассортимент. Вот себя я могу назвать ветераном автомобильного тюнинга. Почему я такой смелый? Потому что тюнингографию мама себе купила в 1986 году, а уж в 1988 я начал ее потихоньку доводить дома. Делаю я это все до 1996 года. Сейчас перечислю. Тюнингографию от автостопа. Первое дело – это, разумеется, шторки. Второе дело – это магнитола. Помнишь, когда не было. Третье дело – это нормальные колонки. Четвертое дело – это четыре противотуманных фары. Пятое дело – это самодельная тонировка. Знаете, как я научился вам это передать? Ну и на этом, собственно говоря, мой тюнинг остановился. А до сих пор хочется. И, к сожалению, вот опять же, в 1997 году не было протюнинговых фар на 1999. Не было тахометра. Да ничего не было. Сейчас все есть. Если недорого, я, честно говоря, думаю, вот так.